Привет, друзья! Секреты мастеров. Есть ли такие секреты вообще? Да, и почему, например, высокие духовные ценности, общечеловеческие, которые, например, легли в свое время тысячи лет назад, веками, но сегодня превращаются в ритуалы, в традиции? И почему я люблю Толстого и Ленина? Потому что высокие идеи коммунизма через массовый фильтр отбора получается то, что, допустим, высокая идея такая большая, ну, допустим, там Будда сказал, или Ленин сказал, или Марс сказал, или еще кто-то. Ну, через, как, ну, фильтр массового отбора постепенно просеивается, как через сито, ну, как в массовой школе, ну, всегда так бывает, когда много-много людей это обсуждают, и в основном большую массу это людей, ну, что там скрывать, ну, на самом деле, люди-то все находятся на разном уровне эволюционного развития, и на самом разном уровне личного развития, и на самом разном уровне компетенций своих. Но для того, чтобы понимать что-то, ведь надо сравнивать с чем-то. Ну, вы знаете, как воспитывают попугаев? Ну, я слышал это. Я это рассказывал Падре Ильичу в Италии, который меня возил туда, в Ватикан, знакомиться с замом Папы Римского. Я ему рассказывал о том, что попугаев, я так слышал, что им не дают никакой информации в это время, и дают только одну какую-то, и попугай начинает учиться это повторять. Но не знаю, так ли на самом деле, это знают те, кто воспитывает попугаев. Но так получается, что если у вас нет массы информации, которую вы можете сопоставлять, то и получается, если вы пользуетесь только одним каналом, одним каналом, ну, допустим, одним радио, вы слушаете только одно радио, только один телевизор, и вам дают только одну информацию. Ну, что вы будете сопоставлять? Ну, ничего вы не будете сопоставлять, вы будете находиться в этой информации как коконы. И мыслить вы тогда не сможете. Так поэтому, для того, чтобы мыслить-то, надо иметь внутри состояние определенное, с чем вы это сопоставляете? Ну, раньше говорили, помните, будете равняться на Ленина, равняться на Ленина. Ну, допустим, да? Ну, что это значит? Это значит соразмерять свои поступки, свои мысли с этим высоким идеалом, который тогда культивировался. Ну, это же понятно, да? Равняться на Ленина. Ну, собственно говоря, он уже памятников себе не строил во всех городах. Это потом уже люди стали... Они берут идеал высокий какой-то, начинают его тиражировать. Но когда тиражируют, получается вот такая нелепость. Ну, и у некоторых начинают вызывать, потом происходит перестройка, потом эти памятники все ломают. Да, ну, чтобы человек мыслил своей головой, вопреки всем обстоятельствам, всегда нужно на что-то опереться такое глубокое, которое в то же самое время является очень высоким, но которое находится в тебе. А когда ты опираешься на это глубокое, ну, что это, допустим, такое? Ну, когда ты в безмятежности, у тебя в геноме человек-творец, человек-творец по природе. И когда он в безмятежности, у него уходят вот эти комплексы, штампы, шаблоны, стереотипы, и у него проявляется вот это, что он начинает понимать, как лучше поступить, как лучше что-то сделать. Вот поэтому мы практикуем состояние нуля, и мы рекомендуем подбирать синхронные своему состоянию текущему действия и образы. И вот получается, что когда человек по принципу подбора, путем перебора, находит то действие, которое с ним совпадает, сбрасывается груз впечатлений, он выходит на самого себя, а счастье – это быть собой, это и есть свобода. То есть ты тогда начинаешь понимать, как мир устроен и как ты устроен. Ну, таким образом, что людям свойственно мечтать, создавать идеал, в отличие от животных, которые по программе действуют, да, рефлексы, инстинкты и так далее. А человек способен к выбору, говорят, да, человек способен к выбору. Но вот это и есть вот это вот, что выбирает человек в различных обстоятельствах – быть человеком. А что значит быть человеком? Это иметь способность создавать идеалы, прогнозировать будущее. Человек – это чело, направленное в век. А у нас что получается? У нас получается то, что есть вот, например, здесь и сейчас. Здесь и сейчас. Научитесь здесь и сейчас. Вот это здесь и сейчас на самом деле. Но надо же все вещи понимать философские. Не зацикливаться на буквы. Так вот, разные люди в силу своей эволюционной развитости, в силу развитости своего мышления, они разделяются между собой, ну, хотим мы или не хотим. Но высокие идеалы коммунизма, ну, до такой степени, при массовом таком ситечке, при мотивизации, при массовой школе, они вот в конечном счете, как идеи великие Будды, как идеи, там, ну, всех, кто создавал вот это вот, об основах находились, которые это поняли, это осознали. Мухаммед, например, осознали. Но истина-то высокая, она же доступна людям, которые уже на этом уровне осознавания. Те, которые пониже, они вот мыслят буквально. Да, они мыслят буквально. Они вот, например, будут читать, цитировать, повторять эти истины. Им кажется, что они им понятны. Они будут спорить с другими по поводу того, так расположили букву или не так расположили букву. А смысл теряется. Потеря смыслов происходит именно поэтому, что люди находятся на разных уровнях развития. Даже люди, которые находятся на очень высоком уровне развития, тоже готов падать. Например, когда у него стресс. У него тогда раздражительность, у него может быть гнев, у него может быть непонимание, ничего вокруг, потому что у него включаются более низкие уровни, животные уровни, инстинкт самосохранения. А там другие принципы. А душа – это высокая, это высокая, это бесконечность. А тут конечность. Да, конечность, потому что энергии того человека заданы, ну, количество, условно говоря, заданы. А как вам мой галстук? Вообще, скажите, пожалуйста, вот можно ли галстуки надевать на рубашки, у которых, значит, воротник мягкий, или обязательно нужен жесткий? Как вы считаете? Интересный вопрос, правда? И почему, например, власть боится свободного художника? Потому что свободный художник, то у него, у него критерии другие, у него критерии, он подчиняется высшей власти. Не конкретной власти, а высшей власти. Это здравый смысл и чувство гармонии. Ну, вот здравый смысл – это наша. Критичность, критичность, да. А чувство гармонии – это, вот как раз-таки, это и обсуждается вообще. Хорошо бы, хорошо бы, когда бы вы прочитали Датте Читаджи – это введение в древнеиндийскую философию. И там вот есть столько школ, столько направлений. Что такое санкха, что такое йога. Там очень много-много направлений. И то же самое много направлений, например, в боевых искусствах. В боевых искусствах. В цигуне, например, там, или еще в каких-то. Тоже много направлений. Почему так происходит? В зависимости от школы. И вот какой-то автор, например, ну, Христос, он же тоже, а все остальные – это школа. Вот. Он говорит какие-то мысли, какие-то смыслы, какие-то духовные ценности. Да. Некоторые их понимают, которые достигли до этого уровня уже в своем развитии. Понимают адекватно. А вот эта ситечка массового просеивания, а просеивание происходит, поскольку это масса, до уровня, до уровня усреднения, до самого-самого последнего ученика, который ничего не понимает, так он будет просто повторять, вместо того, чтобы носить Бога в себе. Он будет ему кланяться, поклоняться, он будет совершать молитву, вспоминая Бога, да, обращаясь к Богу. Я уже рассказывал, что в самой молитве содержится вот этот принцип отбора путем перебора и повторяемые действия. И почему я люблю Толстого? Потому что это величайший гений, который настолько проникновен, настолько, ну, заслуженный гений. Действительно, его поэтому весь мир уважает. Ну вот посмотрите, например, какой это ветот отношения к ветоту ключа. Мы же говорим, перебирайте разные варианты, разные приемы, которые вам подходят. Так Толстой же заметил, что когда человек косит траву, лук, помните его, Лёвина, когда в какой-то момент он раз совпадал со своим состоянием, вот это его повторяемое движение совпадало с текущим состоянием, он чувствовал себя счастливым. Ванни Каренев. А потом, когда он натыкался на кочку, я уже говорил об этом. Просто вдруг какой-то новичок, который вообще не в курсе дела, смотрит меня и думает, что он тут Толстой, Ленин. А я Ленина, говорит, не уважаю. И вообще только произнес Ленина, а он уже оказывается загружен другими штампами. И возникает конфликт. Да. Ну вы посмотрите, ну вы посмотрите, но идеи какие великие от каждого по потребностям, по потребностям каждому, от каждого по способностям, от каждого по труду. Это же принцип социализма, высший принцип коммунизма. От каждого по способностям, каждому по потребностям. Это же признак коммунизма, принцип, параметр. А теперь посмотрите, как это интересно. Вот человечность, человечность, мы же говорим о науке человечности, и вот сейчас это обсуждаем. цигун там, косить траву. Вы сейчас поймете, почему я это говорю. Дело в том, что вообще человеческая, вот, например, человеческая любовь, она совершенно спокойно делится между всеми, в человечности. она делима. Делима, да. А вот как только появляется тело, тело появляется, начинается конкуренция, потому что, вот, пирог, например, разрезали, одному больше, и одному хламенчу, кому-то не хватает. Это разные принципы там. Принципы бесконечности и принципы конечного. Есть что-то вот душевное, духовные ценности, они делимы для всех. А вот какие-то конкретные вещи. И вот проблема-то вся заключается в том, что это ситечка примитивности, через которое просеиваются все высокие идеи духовные и превращаются идеалы такие высокие, превращаются в молитву конкретную, которая тоже дает результат за счет повторяемых действий. Потому что мозг у нас устроен так, что повторяемые действия снимают напряжение, точно так, как у Толстого косил лёгин траву. Повторяемые действия совпало с ним, и у него снялось напряжение. Это то же самое и в молитве. Когда ты повторяешь какую-то молитву в том ритме, который с тобой совпадает, снимается напряжение, в этот момент ты же настроен, обращаешься к Богу, чего ты ждешь, у тебя есть светлый образ будущего. Когда ты делаешь повторяемые движения в русле светлого образа будущего, у тебя происходит улучшение. То же самое и здесь. Разные способы цигуна, разные способы боевых искусств. Почему-то много стилей. Потому что, допустим, мастер, допустим, мастер, он в каких-то действиях, в каких-то движениях, в цигуне или в боевых искусствах находит вот это состояние. И он начинает его транслировать другим, а те третьим, четвертым. А у другого это не совпадает. И он идет в другую школу, и начинает спорить, какая школа лучше. А потому много разных школ. Не для того, чтобы человек взял и все эти школы выучил и хвалился. А я знаю 500 школ. А для того, чтобы, перебирая их, подобрать себе свое. Ну так то же самое. У нас в принципе подбора ключевых действий. Так вот, Толстого я люблю, именно потому, что он настолько был проникновен, как он даже как-то, Ленин говорил о том, что зеркало революции. Толстой зеркало революции. И что-то Толстого там я где-то читал «Приснился сон». Приснился сон. Где-то написал, что мне сегодня приснился сон. Что значит, оказывается, не только освобождение от частной собственности, но и вообще от собственности. Сон ему приснился. Знаешь, как интересно? Почему споры тогда возникали? Потому что вот это, когда была революция, потом, значит, пытались отменить частную собственность. А на самом-то деле для этого нужен был уровень сознания такой, как Ленин потом говорил, что НЭП почему не реализовался, как надо, потому что не хватало у людей образования. образования. Ну, тянули на себя, стали там создавать уже частные вот эти кооперации своеобразные, капитал накапливать, и другие стали уничтожать. Ну, короче говоря, это такая тема. Я хочу сказать, что все проблемы возникают, потому что человек двуединое духовно-физическое существо. У него есть и душа, как говорится, образно, и тело. Как только тело включается, тоже возникают вопросы. А как же так? Вот, например, говорили тогда, коллективная собственность. Коллективная. Не частная, а коллективная. Ну, тогда что получается? Тогда человек лишается ответственности. Да, коллектив все решает, а у него нет ответственности. Поэтому потом при социализме, нашем социализме, который был, очень много надо было согласований, подписей на бумаге, чтобы какое-то принять решение, потому что каждый прятался за тем количеством подписей. Вот столько-то подписали, и я подписал. И то же самое было. Почему надо потом опять разрушить социализм и сделать капиталистический процесс, потому что там у человека есть ответственность за ту продукцию, которую он делает, за то, как он работает. потому что раньше, как говорили, если это не частная собственность, то у человека нет мотивации, ну, ухаживать, допустим, за своим огородом. Нет, если это огород, не его. Вот сколько сложных вопросов. Там нет душа, это огородом. И поэтому высокие идеи, они фильтруются через ситечко примитивизации и в конечном счете доходят до последнего ученика уже в такой виде, что он уже, как говорится, ритуал исполняет. А Толстого почему отлучили? Потому что он увидел, и написал, и сказал, что в религии очень много вот это внушение, повторяемых действий, которые на самом деле, ну, Толстой, почитайте, за что его отлучили, у него же есть целая речь. Потому что он увидел, что в церкви очень много мракобесия. Да, потому что на самом деле природа человека, да, они ее взяли, монополизировали, и, значит, использовали и на этом фоне. И почему Ленин в первую очередь отлучил церковь от государства? Ну, хочешь, верь, не хочешь, не верь, это вопрос выбора. Мы же говорим, человек отличается от животных, возможности выбора, сравнивать. Поэтому Ленин отлучил церковь от государства, чтобы человек сам выбирал по своему усмотрению, имел выбор. видеть, как все это интересно. А для чего мы эти приемы показываем? Вот прием показывал вот это вот напряжение, да, напряжение супер якорь, а внутри вызываешь ослабление. Ну, вот я вчера, например, сам зашел в другую комнату, в какой-то момент у меня появилась какая-то дискомфорт какой-то появился, то все, там мне кто-то должен был позвонить, а я еще не готов, и у меня напряжение. И я просто иду, и раз сразу кулак сжал, внимание сюда перекинул, и представил, что у меня в руке зажатая лампочка, и тепло начинает разгораться внутри, внутри. То есть подобрал образ. Раздувается тепло, раздувается, тепло, раздувается, и там внутри такая появилась расслабленность, напряженная рука, внутри расслабленность. И мне там в комменте написала девушка о том, что так это же есть Янь-Инь в одном, Янь-Инь, гармония. И она написала там, так может поэтам мастера, они как раз таки пытаются обучать людей своими методами, чтобы те были в напряжении, были расслаблены. И это же есть Янь-Инь. Ну, конечно, конечно. А почему мы даем много разных приемов, каждый раз новый прием, показываем и семинары, и вебинары, и ликбезы бесплатные. Не для того, чтобы вы взяли этот прием и сказали, а мне он не подходит, а для того, чтобы вы, пробуя все приемы, подбирали то, что вам подходит. А сам процесс перебора развивает креативность мышления, развивает личность, повышает по эволюции, чтобы вы могли быть способны подбирать, выбирать, искать наиболее эффективный путь, наиболее простой путь для получения результата в решаемой сложной задачи. То есть, чтобы у вас был творческий подход. Творческий подход – это решение сложной задачи через призму общечеловеческих ценностей. Общечеловеческие ценности миллионы людей обладают этим в состоянии выхода из смятения ума, в состоянии безмятежности. Они все, и вы, и я, и наш сосед Петров, кто же способен достичь этого, вот этой бесконечности. И в этом состоянии он на самом деле находится на очень высокой высоте. Это же есть чувство Бога. Ну да, друзья, поэтому принцип подбора путем перебора, принцип значит повторяемых действий. И мы тогда взяли из Толстого и создали одно упражнение. Стоишь и делаешь вот так, вот так, как Лёвин, а не Карелиной. Почему я люблю Толстого? Потому что он во всех явлениях жизни усматривал вот этот механизм. Какой всё-таки великий Толстой? Да, есть люди, которых стоит уважать, которые могут сопоставлять вот это чувство вечности с тем конкретно. Думать конкретно это конкретно с точки зрения вечности. А там как раз таки есть любовь, сопереживание, чувство сохранения живого, бесценности живого, способность сотрудничества и способность человеческого разговора. Поэтому наш человеческий разговор это разговор души а я для того, чтобы вас немножко позабавить надел такой галстук и задал вам вопрос. На мягкий воротник галстук носит? А это так для увлечений. До встречи, друзья! Субтитры